Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Жизнь или кошелек? Не хочу в бингамид. Почему татарстанцы отказываются от в годного обеспечения лекарствами и какие могут быть последствия Альбина Слагараева? За качество ответили. Контроль качества воды у нас на предприятии осуществляется ежедневно на водозаборе. Как работу водоканала оценили эксперты и общественность, узнал Дмитрий Иринин. Лето проходит, а стройка замерла. Вы нам следили, чтобы юлию дадить, и вам все ключи получите. Где ваши обещания? О проблемах казанских дольщиков. Слава Тухмадуля. Ту-160 над Казанкой и Центр управления полетами в Чаше. Что посмотреть на праздники «Я выбираю небо» в эту пятницу с репетицией авиашоу Ленина Знатульна. Страшная весть пришла из Алексеевского района. Там в семье убили приемного ребенка. Отчим расправился с 9-летней девочкой. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело. Под подозрением опекун Роман Григорьев. По мнению следователей, он избил ребенка ногами, после чего она скончалась от черепно-мозговой травмы. На теле приемной девочки остались и следы ожогов. В семье воспитывались шестеро детей. Двое своих, четверо приемных. Следственно установлено, что девочка воспитывалась в многодетной семье, где помимо нее прошивали еще трое приемных детей. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных работников опеки и попечительства, которые допустили возможность пребывания ребенка в нечеловеческих условиях. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». За комментариями мы обратились в районный отдел опеки и попечительства, однако на звонки сегодня здесь не отвечают. Не стали разъяснять ситуацию в Министерстве образования. Вот что сказала нам уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина. Мы всегда этот вопрос держим в контроле. Понятно, что за каждой ситуацией, за каждой семьей это посмотреть-то невозможно. Мои подчиненные занимаются совместно с другими представителями органов. Прокуратура Краснодарского края сегодня прояснила ситуацию с гибелью семилетнего нижнекамца в Сочи. Ливневка, куда провалился мальчик, была перестроена. Крышка люка лежала в стороне. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в прокуратуре, хозяин ближайшей гостиницы, переделала ливневку. Сейчас прокуратура проверяет соблюдение законодательства о водоотведении и содержании муниципального имущества. В прокуратуре в ходе проверки установлено, что в систему канализации ливневок были внесены изменения. Как они повлияли на данную ситуацию, предстоит еще выяснить. За этот купальный сезон на водоемах республики погибли 58 человек, в том числе 4 ребенка. Тонут из-за того, что купаются в неположенных местах и пьяными. Чтобы такого не было, предпримут ряд мер. Создадут еще 18 пляжей, сейчас их 33, развивают и освод. Сейчас в их рядах 446 добровольцев. С 29 мая ежедневно Берега патрулирует 150 мобильных групп. Особое внимание детям в лагерях учат плавать. До каникул такие уроки прошли и в школах республики. Самое главное, конечно, это строгий, неусыпный контроль родителей. Ни на минуту он не должен уходить от контроля за детьми. И в целом, я считаю, выполнение правил поведения на воде, простейших дисциплины пребывания в местах отдыха, это залог в целом безопасности на воде каждого человека. Таблетки или деньги. Все больше татарстанцев-льготников выплатом предпочитают лекарства. Если в прошлом году число отказников от препаратов превышало 70%, то в этом показатели снизились. Так своим выбором льготник спасает жизнь другого человека. Об этом Альбина Солгарева. Государственная аптека 13, слушаю. В эту государственную аптеку в день приходят несколько десятков льготников, чье-то лекарство стоит полторы тысячи, а чье-то и сорок тысяч. Девушка просила не показывать лица, у нее тяжелый диагноз. Но свои деньги купить препарат не может, поэтому выбирает в соцпакет. Препарат дается бесплатно от государства, он хороший, я доверяю врачу, который его назначил. Льготников в Татарстане более 300 тысяч, из них 67% выбирает деньги вместо лекарств. И это на полтора процента меньше, чем в прошлом году. Если ему не выгодно, то может отказаться. А если может что-то, что-то получиться, лучше не отказываться. Поэтому я вот не отказываюсь, мало чего. Гарантированно дают. Это да, что я всегда сюда приду и получу. Не хочу деньгами, потому что лекарства всегда здесь бывают, все время покупают, здесь первое. В Минздраве республики призывают не отказываться от льготного обеспечения, еще и потому, что таким выбором пациент спасает жизнь другого человека. Зачастую пациент выбирает деньги, а не таблетки, потому что когда он приходит в аптеку, льготного лекарства может просто не оказаться в наличии. Но парадокс в том, что чем меньше было бы отказников, тем больше было бы лекарств. Именно из этого фонда формируется бюджет программы. Большинство льготников страдает тяжелыми болезнями. Сахарным диабетом и онкологией, чуть меньше бронхиальной астмой, офтальмологическими заболеваниями и туберкулезом. Все чаще тяжелый диагноз ставят детям до трех лет. В Министерство здравоохранения республики поступает много обращений от отказников, которые в течение года желают вернуться обратно в данную программу. Однако, к сожалению, законодательство возвращения данных пациентов в эту программу невозможно. Сегодня льготное обеспечение — это не только лекарства. В социальный набор входят путевки в санаторий и бесплатный проезд. При отказе от услуг компенсация всего 820 рублей. Сейчас на федеральном уровне обсуждается программа лекарственного страхования. Такая практика работает во многих странах. Придя в аптеку с рецептом врача, он имеет возможность получить препарат бесплатно, а далее уже аптеки оплачивают это или страховая компания, или фонд ОМС. Эти моменты еще обсуждаются. Определиться с выбором льготникам нужно до 1 октября. Он будет действовать в течение года. А значит, при обострении болезни или выявлении сопутствующих диагнозов лекарства придется покупать на свои деньги. Альбина Аслогараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Как повышение НДС может отразиться на росте тарифов на воду, обсудили в Казани. Деятельность водоканала рассмотрели сегодня на общественном совете при Госкомитете по тарифам. Качество воды, воровство и модернизация сетей. Что на претензии ответили коммунальщики, и как их работу оценили общественники и эксперты, расскажет Дмитрий Аренев. Сейчас хозяйство Казанского водоканала, это более 3000 километров сетей. По ней в минувшем году потребителям отправили 88 миллионов кубометров воды. При этом, как подсчитали, 15% из этого объема были потеряны. Почему так происходит и как так получается, что порой из кранов течет грязная вода, коммунальщиков спрашивали общественники. Контроль качества воды у нас на предприятии осуществляется ежедневно на водозаборе. Потому что мы поставляем воду до стены дома. И часто, я не говорю о всех случаях, но часто, приваливают, что загрязнение воды происходит в внутренних сетевых, домовых сетях. В связи с тем, что износ этих сетей и водоразбор. Потерю же воды объясняют не только авариями, но и воровством. Мы стабильно потери снижаем, но мы ни в коем случае на этом не останавливаемся. Поселки. Сейчас приоритет на этом. Незаконное подключение поселки. Потому что порядка, если мы разложим 15%, то смело можно говорить, что 2-3% это именно проблема воровства. На встрече одной из ключевых стала тема грядущего повышения НДС. В России он с 1 января следующего года должен вырасти на 2%. Как объясняют специалисты, по действующим нормам, это может повлечь рост тарифов сразу на 4%. Как из повышения найти выход, предстоит решить на федеральном уровне. Тариф принимается на год, но само изменение происходит раз в году, с 1 июля. Поэтому, соответственно, для того, чтобы те выпадачи дохода первого полугодия, то есть с 1 января по 1 июля, тариф не должен быть изменен. Он остается прежним. Для того, чтобы компенсировать выпадачу дохода, мы второй полугодия должны будем НДС его добить, то есть еще 2%. Ну, то есть это минимум 4%. Необходимо найти механизмы для того, чтобы сгладить вот этот скачок роста тарифа, для того, чтобы он не сказался негативным. Работе же водоканала на общественном совете в целом дали положительную оценку. Я бы, наверное, в районе 4. А почему не пятерка, не тройка? Пятерка, потому что мы ходим по колено в воде, когда аварий. И ходим не один день. А не тройка, потому что все-таки из крана вода все еще течет. По желанию же в каком русле водоснабжающей организации нужно работать лучше у казанцев пруд пруди? Улучшить очистку, то есть фильтрацию, потому что бывает, что действительно вода бывает желтик, но у нас дома, конечно, стоит фильтр. Чтобы перебоев не было с горячей водой и вообще. Жесткость воды как-то попробовать оптимизировать. Лучше, наверное, очищать эту воду, потому что она реально очень сильно пахнет флоркой. Замечания поставщики воды обещали учесть. В следующем году завершат в первую очередь новой канализационной насосной станции «Заречная». Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Обещанного год ждут или больше. Это про казанских дольщиков жилого комплекса «Новый горизонт». Дом на 150 квартир застройщик обещал сдать еще в октябре прошлого года, говорят будущие жильцы. По словам владельцев квартир, строители переносят сроки сдачи уже в третий раз. Почему? Разбирался Салават Мухаммадуллин. Давайте, может, пока звук уберем. Так дольщики «Нового горизонта» называют работу одного грузовика на стройплощадке. Нервы на пределе, терпения тоже нет. Вот у нас квартира на девятом этаже расположена. Мы купили его в 16-м году, получается, в мае месяце в ипотеку. С этого момента семья Габдрахмановых начала платить за ипотеку и съемную квартиру параллельно. Думали, годик потерпят, но не удалось. Первым дедлайном сдачи дома был октябрь прошлого года. Потом его перенесли на декабрь, дальше июль, и вот теперь четвертый квартал 2018-го. Стройка стоит, а застройщик ничего не говорит. Спрашиваем то, что у вас нет денег. Тоже, как бы, говорят, деньги есть, мы работаем, но работы практически не ведутся. Судя по закрытым дверям по всему периметру дома, отсутствующим рабочим в окнах и... Слава местных жителей, работы внутри дома не ведутся, причем уже не первую неделю. Рабочие занимаются только благоустройством территории и парковкой. Если бы были деньги у организации, дом бы уже давно был достроен, и каждый год срок бы не переносился. Развеять домыслы дольщиков и ответить на их вопросы сегодня приехал представитель застройщика. Почему вы так с нами поступаете? Почему так долго? К сожалению, были у меня в проекте. Кто из-за этого? Почему переносятся сроки, не ведутся работы в квартирах и когда не получат ключи? Несколько десятков человек сразу окружили представителей застройщика. Ответы на вопросы прозвучали. По его словам, сдача дома не за горизонтом. Разные подрядчики работают. Чтобы их не смешивать, я сделал так. Сейчас запустим основного подрядчика, он докончит вам остальное из дома. Все. Я сказал вам, что в сентябре вы заедете. В сентябре мы ключево все разберем. Сбудутся ли обещания застройщика на этот раз? В любом случае, все дольщики сейчас имеют право обратиться в суд. Слава Тухмадолин, Гринат Сафин, ТНВ, Казань. Нижнекамцы пересели сегодня на трамвай. В городе масштабные дорожные работы. В поселок Красный Ключ теперь только по рельсам. Это завершающий этап ремонта. Как предстоящее обновление поменяло жизнь горожан, увидел Радик Фархулин. Этот день для жителей поселка Красный Ключ начался не совсем обычно. С самого утра здесь базируется настоящий дорожно-строительный автопарк. Рабочие начали завершающий этап ремонта дороги. Осталась укладка верхнего слоя асфальта. Полотно обочистили полностью. Пролили битумом. Собрали второй укладчик. Собрали. Вот сейчас буквально 5-10 минут начинается укладка. Для местных автомобилистов жизнь теперь не будет прежней. По крайней мере, какое-то время. По дороге катаются лишь асфальт-укладчики. Для других проезд закрыт. Ориентировочно до 10 августа. Я очень рада, что тут делают. Да. Город. Красиво будет. Ничего страшного. Зато хороша будет. Эта дорога считается одной из самых загруженных. Поэтому ремонт комплексный. Трасса станет шире, появятся новые бордюры и надежные ливневки. Здесь надо набрать терпение для того, чтобы качественно выполнить завершающий этап этих работ. Это несколько неудобно в этот момент, но тем не менее, это все для нас, для Нижнекамца, для того, чтобы это было качественно. Альтернатива автомобилю трамвай. Удобный, экологичный, быстро. Из-за закрытия участка на линию сегодня вышли дополнительные вагоны. В этом лично убедился и мэр города. Впервые за много лет без машины сегодня и Виктор Штреляев. В город он приехал из дачи. Дорога же хорошая. Удобная дорога, широкая. Значит, они обещают тогда пятницы закрыть ее. Ну, то есть, мы же потерпим. Для удобства скорректировали и маршруты автобусов от поселка Красный Ключ. Появились рейсы в сторону понтонного моста. Также можно воспользоваться объездной автодорогой. Радифорхолин, Сергей Хайдаров, Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. ТНВ Нижнекамск. В Челнах дорожники не ищут трудных путей. Судя по фото, которые жители Автограда выложили в соцсети, асфальт здесь проложили по прямой. Улиц Татарстан теперь выглядит так. При ремонте строители обошли брошенный автомобиль. Некоторые пользователи заметили, дорожники не имеют права убирать машину без согласия собственника. На что другие парировали, что когда надо, эвакуатор быстро приезжает. Это новости Татарстана и вот о чем далее. Программа есть, но деньги так и не получили. Программа, я повторяю, нигде пока нет. Она поэтому может и тормозиться. Заработает ли программа софинансирование дачных участков? С подробностями Альбина Минибаева. ТУ-160 над Казанкой. Центр управления полетами в Чаше. Что посмотреть на праздники «Я выбираю небо» в эту пятницу с репетицией авиашоу Ленина Анатольевна. В 17 районах Татарстана из-за засухи ведет чрезвычайный режим. Распоряжением президента республики он продлится с 3 августа вплоть до нового особого распоряжения. Среди пострадавших районов – Ознакаевский, Октанышский, Бавлинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Муслюмовский и другие. Главам районов и Минсельхоспроду поручено разработать мероприятие по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Долгожданные дожди идут. МЧС разослал штормовое предупреждение этой ночью. И завтра днем ожидаются грозы. Град, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок без крайней необходимости. Следует убрать с незакрепленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Завтра в Южно-Сахалинске официально стартует шестой национальный финал чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Соревнования по 63 компетенциям пройдут в торгово-развлекательном комплексе «Алея». На площадках установлено оборудование. Участники и эксперты осваиваются на участках и готовятся проявить свои лучшие навыки. Делегации из Татарстана уже на острове. На чемпионате рабочих профессий 80 участников от нашей республики. Церемония открытия и закрытия чемпионата пройдут во дворце спорта «Кристалл». Финал национального WorldSkills 12 августа. Сегодня у нас был день предварительной подготовки. Эксперты ознакомились с площадкой. Осваивали навыки по технике безопасности. Также по оказанию первой помощи. Дороги, свет и площадки для ТБО. Дачники Татарстана спешат решить свои основные проблемы. Второй год подряд крупные товарищества получают больше 500 миллионов рублей по республиканской программе. Реализацию второй программы еще только ждут. На счетах зависли миллионы. О дачных проблемах, которые ждут своего решения Альбина Минебаева. Это основная дорога в Садовое общество «Чистое озеро». Уже к концу августа здесь будет асфальтированное покрытие протяженностью в 2,5 километра. Эта дорога бюджета обойдется в 20 миллионов рублей. Работы начались благодаря республиканской программе финансирования дачников. По 550 миллионов рублей три года подряд. Этого ремонта ждали годами. Дорога проблемы центральная, но не единственная. Если бы, конечно, мне удалось вступить в программу софинансирования, естественно, я бы начал приводить в порядок это в свою энергоснабжающую, скажем, в сторону. Председатель «Чистого озера» Эдуард Штенгарт надеялся на вторую программу. Ее утвердили в прошлом году. К одному рублю дачников государства обещало добавить 2 рубля. Планировали вложить в это миллион. Мы его набрали. Он у нас лежал. Но, к сожалению, вы понимаете, что деньги должны работать. И поэтому просто так он у нас лежать не мог. Но старт программы затянулся, а пока деньги дачников лежат на счетах. Министерство финансов требует гарантии, чтобы эти деньги были проплачены садоводческим товариществом целиком в самом начале. А потом оно уже будет возмещать две трети этих затрат. Но в садоводческом товариществе нет таких больших денег. Садоводы предложили несколько вариантов. Найти подрядчиков, готовых отработать за часть суммы, а уже после получить деньги от государства. Пойдет ли на это Минфин? Мы адресовали свои вопросы ведомству. Ждем ответа. А дачники ждут старта. Собираем на все. На дорогу на центральную, на дорогу на щебень. За прошлом году мы заплатили, собирали, по-моему, по тысяче или по полторы тысячи рублей. Это, конечно, для пенсионеров это накладно. Если раньше как бы предприятия курировали, все эти садоводческие товарищества, даже как наше название, там кварт, говорю, мы принадлежали Казани резинтехнике в свое время, то сейчас у нас вопрос самоокупаемости. Дачники, говорят, готовы были собрать 180 миллионов рублей. И это только по округе Казани. 250 СНТ ждут, когда деньги добавятся. Альбина Минебаева, Марат Сайдгараев, ТНВ, Лаишевский район, Казань. Доступны современные технологии или остановки с излучением. В Челнах горячий спор вокруг новых остановок с Wi-Fi. Такое ноу-хау впечатлило не всех челнинцев. По мнению горожан, эти остановки не только плохо защищают от осадков, но еще и могут принести вред здоровью. Все за и против репортажа Сергея Хайдарова. Ребята, а мы Wi-Fi не подключились? А устану за ногу. Умные остановки в Челнах появились неделю назад. Молодежь новшества оценила сразу. В ожидании общественного транспорта заряжают телефоны, сидят в соцсетях, общаются в мессенджерах. Отвечься сложно даже во время интервью. Хороший Wi-Fi. Ловит. Отлично. Вам нравится такая остановка? Да. Побольше бы было их. Если молодое поколение с такими технологиями на «ты», то люди старшего возраста больше приглядываются, долго осматривают, в общем, реагируют на ноу-хау осторожно. А в социальных сетях остановки с Wi-Fi мы вовсе вызвали жаркие споры. Зачем нам Wi-Fi на остановках? Нам бы от дождя и ветра скрыться. Кто придумывает такие остановки, они не пользуются общественным транспортом. Лучше бы эти деньги пустили, например, на ремонт ливневок, чтобы мы не плавали. Или на ремонт автовокзала и надземного, или подземного перехода на остановки педагогического института и автостанции. Зачем давить на людей дополнительными излучениями Wi-Fi? Они особенно вредны для детей. Не хочу стоять на остановке и ловить излучение. Хочу защиты от ветра, дождя, снега. Одним из первых на умной остановке побывал мэр Челнов. На Илю Магдееву на месте показали ее возможности. Каждый такой павильон оснащен камерами видеонаблюдения. Они уже подключены к системе «Безопасный город». Сегодня мы спросили, как новшества оценивают горожане. Мнения с комментариями в интернете не совпали. Очень удобно. Во-первых, для приезжих можно увидеть, где у нас располагаются необходимые места. Я считаю, что это современный подход. И если есть такой способ, такой выбор, я как житель этого города считаю, что это здорово. Телефон зарядить – это хорошо. Я зарядку с собой всегда таскаю. Это хорошо. А как тут пользоваться? Это уровень таких больших городов, как Санкт-Петербург, Москва. Там почти все остановки такие. Станет ли этот проект успешным и окутает ли сеть Wi-Fi весь автоград? Пока от комментариев на этот счет в администрации города воздерживаются. Сергей Хайдаров, Эльшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Полет высокий, вход свободный. Авиашоу «Я выбираю небо» над акваторией Казанки в эту пятницу смогут посмотреть все желающие. Уже сегодня здесь прошла репетиция авиационного праздника. Правда, в очень коротком варианте. Тем не менее, Лина Зинатулина успела оценить новую для Казани программу. Сегодня те, кто выбрал небо, только тренируются. Но чего ждать от пятничного праздника уже известно. Над акваторией Казанки на высотах 200 и 800 метров пронесутся сверхзвуковые бомбардировщики. Легендарный Ту-160, Ту-22, Ту-95. Из самолета Ан-2 показательно прыгнут парашютисты. А вертолет Ми-8 не просто летит над рекой, а наберет воды и сбросит ее с высоты. Высший пилотаж впервые покажет группа пилотов «Русь» на легких штурмовиках «Альбатрос». Всего в небо взмоют 17 воздушных суден. И если с малыми все просто, то у больших внушительный маршрут. Представьте, например, Ту-160, который выйдет на Константиновку. Из Константиновки выходит на боевой курс и будет проходить. Это пролетит с востока на запад. И даже окраины города могут это увидеть. А центр семьи Казан в этот день станет самым настоящим центром управления полетами. Именно с крыши будут контролировать авиашоу. Ну а сама площадка возле чаши – уже проверенное место увлюбленных в небо. Опыт проведения полетов здесь «Рэдбулл» и, в общем-то, уже опыт проведения предыдущих праздников показывает, что выполнение полетов над акваторией, во-первых, очень зрелищно, во-вторых, безопасно для экипажей воздушных судов. Ну и позволяет действительно зрителям насладиться всей красотой летной программы. Праздник, приуроченный ко дню Воздушного флота России, стартует в эту пятницу в 2 часа дня. А летная программа – в 4 вечера. Кроме самолетов в небе, на земле зрители увидят еще и байк-шоу, концерт, попробуют полевую кухню, научатся укладывать парашюты на мастер-классах. А в 10 вечера шоу завершится праздничным салютом. Далее о спорте, о погоде, после чего вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска, он выйдет 21.30. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. До старта нового сезона КХЛ остается меньше месяца. Команды комплектуют состав и принимают участие в различных турнирах. Акбарс в эти дни играет на юге России. В рамках турнира «Сочи Хокке-Оупен» обладатели Кубка Гагарина вкатываются в новый чемпионат. Пару матчей уже позади. Сегодня битва с хозяевами турнира. Победные эмоции забыт и отдых только в памяти. Несмотря на лето, хоккеисты получают максимальные нагрузки. Бег на свежем воздухе, тренажерный зал и, конечно же, занятия на льду. В такого рода турнирах результаты отходят на второй план. Завтра у казанцев игра с питерскими армейцами. А до начала нового сезона КХЛ Акбарс еще сразится на Кубке Латвийской железной дороги. Любой игрок должен готов сыграть в любом звене, с любыми партнерами. Ну, тем более центрально. Поэтому здесь уже будет решать тренерский штаб. Я думаю, они какие-то еще будут искать, может быть, сочетания, связки. Поэтому это их решение. В Казани завершаются соревнования в рамках спартакиады молодежи России. На базе центра гребных видов спорта определились победители в академической гребле. За медали спартакиады боролись более 400 спортсменов из 21 региона страны. Среди тех, кто поднимался на высшую ступень педестала почета, больше всего представители Москвы, Саратовской области и Станкт-Петербурга. Лучший результат среди татарстанцев показал Артур Уреев и Ленар Багудинов. В заплывах на парной двойке они показали четвертое время. Кроме них, также в шаге от медали остановилась Полина Мухорчева в одиночном заплыве на 2 километра. Тем временем татарстанцы в составе сборной России стали чемпионами Европы по пляжному регби. Турнир завершился в Москве на базе центра пляжных видов спорта «Динамо». В состав мужской сборной России вошли 7 представителей нашей республики. По ходу турнира команда под руководством Павла Калашкина на групповом этапе уверенно обыграла сборные Словении, Латвии и Азербайджана с общим счетом 43-4. В финале наши выиграли Грузию. Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Девушки также обыграли всех своих соперниц. В составе этой команды на чемпионате Европы от Татарстана выступила Милюша Тимирбаева. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. Холодный атмосферный фронт значительно понизит температуры в республике, пройдут дожди. Более подробно после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстание 23, телефон 2, 167-166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, облачно, пройдут дожди. Температура понизится до 21 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге дождливо и прохладно. Днем всего плюс 20. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске, также без осадков не обойдется. Столбики термометров покажут 21 градус. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтаси, дневные температуры понизились до плюс 18. Синоптики обещают дождь. На юго-западе также ожидается дожди. Будет пасмурно и 18 градусов выше нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши, синоптики обещают дождь и понижение температур до 20 градусов. В четверг преимущественно без осадков. Будет также прохладно. Внимание абитуриентов! Российский Исламский Институт продолжает набор на новый учебный год по следующим направлениям подготовки. Теология, лингвистика, экономика, журналистика. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251-01-55. Российский Исламский Институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки. Теология, лингвистика, экономика, журналистика. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей. Новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода временами с дождем. Температура воздуха днем плюс 17-19. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Влажность воздуха 74%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. И еще одна интересная информация. Клуб цветоводов «Отрада» приглашает на выставку продажи цветов 8-9 августа с 10 до 18 часов по адресу. Город Казань, улица Гвардейская, дом 54, дробь 1, остановка Сады. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.